Новый заказник местного значения з'явится на Гродинщине. Земли, которые возьмут под контроль природооховники, размещены в Мостовском районе. Новоковцы Белорусского державного университета подрыхтовали уже документы, которые вызначают между новой природооховной территорией. На Гродинщине это будет 29-й заказник местного значения. 1300 гектаров Мостовщины на протягу года перетворится у Рось-Неман. Такую назву отримает новый заказник. Он разместится на полночном заходе района, практически на мяжи звуковыским. С подписанием документа об створении на территории Рось-Неман под заборону трапить лесонарыхтовка, мелиорация, сдобыча торфу и иншая господарчая деянность. А прочтого новый статус – заборонить громадянам заезд на территорию заказника транспортными сродками, а так само установку палаток и разведение костров. Все принятые меры подкресливают новоковцы, прозваны захавать уникальные тамтайшие виды живел и рослин. Новый заказник будет охватывать территорию 1300 гектар. Из этой территории 300 гектар или около 22% – это будут типичные редкие биотопы составлять. Что касается животного растительного мира, то там при обследовании было установлено порядка более 600 видов растений и 120 видов животных, в том числе 10 видов растений, которые занесены в Красную книгу. На сегодняшний день под оховываемые отведено 10% у территории Гродинщины. С дня официйной регистрации заказника «Рось-Неман» агульный заповедный фонд в области складе амаль 255 тысяч гектаров. Это 15 заказников республиканских значения, 28 мясцовых, а так само частка двух национальных парков – Беловежской пуши и Нарачанской. Практика максимальных опуширений заказников с мэтой захования каштовных природных комплексов экологами будет продолжена. Работа в текущем году начнется по подготовке следующего стратегического документа до региональной схемы, которая будет работать с 2024 по 2023 год и будет определять план работы по преобразованию и объявлению территорий на следующий период. Сейчас уже будут закладываться, определяться какие-то возможные территории, которые в будущем потенциально смогут стать особо охраняемыми.